Тем временем количество предприятий с участием турецких инвесторов в Казахстане постоянно увеличивается. Лидер по количеству совместных проектов является Актюбинская область. В регионе активно работают более 20 казахстанско-турецких компаний. Налаживают сотрудничество и в других регионах страны. Например, в Шумкенте с участием бизнесменов Турции начала работать первая фабрика по выпуску обуви. А в ближайшее время будут запущены новые совместные проекты в Казалардинской и Жамбылской областях. Подробности в обзоре Анастасии Сулеймановой. Одними из самых крупных казахстанско-турецких предприятий Актюбинской области являются заводы по переработке хромовой руды и производству хромового концентрата. Здесь трудятся 800 человек. Для сотрудников созданы все необходимые условия. На социальный пакет ежегодно выделяются 600 миллионов тенге. Создаются комфортные условия для жизни сельчан. Два года назад предприятие газифицировали поселок Уангарском Тауском районе. В это дело было вложено 240 миллионов тенге. Об модернизацию производственной мощности инвестировано свыше 3 миллиардов тенге. В 2018 году между Акиматом Актюбинской области и руководством двух компаний подписана дорожная карта на общую сумму 1,9 миллиардов тенге и сроком реализации до 2022 года. Эффектами всех мероприятий дорожной карты будет являться увеличение производительности труда на около 15 процентов, снижение себестоимости на 7 процентов, а также, что немаловажно, улучшение экологической обстановки. Налаживают сотрудничество с турецкими коллегами и бизнесменами Шенкента. На юге страны запустили первую крупнейшую фабрику по производству обуви. Сырье для пошива привозят из Турции. В день на предприятии производят 150 пар мужской обуви, а в год планируют выпускать 100 тысяч. Стоимость проекта 403 миллиона тенге. Специалисты намерены обеспечить обувью сначала внутренний рынок страны, а уже потом подумают над экспортом. В дальнейших планах у нас, конечно, это увеличить в десятки раз мощность оборудования, производительность, то есть это не 150, это уже 100 тысяч пар и запустить уже женскую линию тоже и детскую линию. А через два года в приорале с участием турецких бизнесменов появится завод по выпуску высококонцентрированной томатной пасты. В проект инвестируют больше 8 миллиардов тенге. В год планируют выпускать 24 тысячи тонны готовой продукции. В этом году в рамках проекта турецкая компания высадила 4 сорта помидоров на 10 гектарах земли Жанокурганского района. Именно здесь и раскинется будущий завод. По словам специалистов, окончательное решение о его строительстве будет зависеть от урожайности посева и адаптированности этих видов томатов к изолардинскому климату. С вводом предприятия для сельхозпроизводителей ближайших районов откроются большие возможности. После введения завода в строй инвесторы готовы предоставить местным крестьянским хозяйствам семена и финансировать все расходы по уходу саженцев, а осенью будут покупать у них выращенный урожай. Казахстанско-турецкий проект намерены реализовать и в Жамбулской области. На следующий год в Таласском районе планируют построить завод по выпуску кальцинированной соды. В год будут выпускать 400 тысяч тонн. Высококачественные продукции местного производства намерены обеспечить отечественный рынок и в разы сократить импорт.